Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам курс лекций по налоговому праву. И на этот раз будет рассмотрена лекция, тема которой предмет и метод налогового права. Представляет как весь курс, так и непосредственно лекцию, которая будет рассмотрена, Юзывак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению лекции, предлагаю ознакомиться с планом. Во-первых, я расскажу немножечко о целях и задачах курса лекции. В данном случае я говорю, что это краткий курс налогового права, поскольку он будет состоять из небольшого числа лекций. И прежде всего эти лекции будут связаны с общей частью налогового права. Ну, возможно, в дальнейшем курс лекций пополнится и лекциями с анализом отдельных налогов, которые содержатся в особенной части. Кроме того, будет предложена литература по теме. И в целом при освещении той или иной темы я буду предлагать ознакомиться с литературой. Буду предлагать список литературы как в начале лекции, так и по ходу рассмотрения конкретных аспектов той или иной темы. Ну, а в дальнейшем, в общем, будут рассмотрены вопросы, непосредственно связанные с темой настоящей лекции. Это предмет и метод налогового права, содержание предмета налогового права и метод налогового права, его значение. Ну, что касается в целом общего вопроса, цели и задачи курса. Вообще, следует заметить, что в настоящий момент достаточно актуально, модно и часто упоминается так называемая концепция открытого образования. Ну, эта концепция предполагает, что если лицо хочет пополнить свой багаж знаний, либо восполнить те или иные пробелы знаний, он должен иметь возможность это сделать. Причем, я полагаю, что концепция открытого образования предполагает именно бесплатную возможность пополнить свой багаж знаний. Вместе с тем, на мой взгляд, при реализации данной концепции в отношении налогового знания есть проблемы. Эти проблемы связаны, прежде всего, что все-таки не так много лекций, системных курсов, связанных с налоговым правом. Их не так много именно в открытых источниках. Я также отмечу, что, конечно, не достает эта проблема курсов лекций от ведущих вузов страны, в которых имеются юридические факультеты, либо, в принципе, вузы специализируются на юридическом образовании. То есть, это МГУ, ГИМО, МГУА. Ну, называя тройку, хотя, конечно, можно этот список продолжить и другими вузами. Хотя, конечно, опять же, следует отметить, что если поискать в сети интернет, можно найти. Например, ну, кто знает, кто не знает, в МГУ есть так называемые межфакультетские курсы. И на данных курсах для любых факультетов читаются различные курсы. В том числе можно найти курсы по финансовому и налоговому праву. Но здесь следует отметить, конечно, что качество, именно такое техническое качество этих лекций оставляет желать лучшего. Ну, здесь, прежде всего, речь идет о звуке. Вот, поэтому в качестве цели, видите, я говорю так громко, в исполнении недостатка видео лекции. Ну, конечно, я не восполню этот недостаток, но, во всяком случае, попробовать сделать, что называется, зачин можно. Следующее – это предоставление дополнительного учебного материала. Безусловно, я надеюсь, что те, кто специализируется на изучении налогового права, будут использовать эти лекции. Опять же, в качестве дополнительного учебного материала я здесь не претендую, что настоящий курс позволит в полной мере освоить налоговое право и, скажем, сдать экзамен на том или ином факультете, либо в том или ином ВУЗе. Что касается задач настоящего курса, то в рамках этого курса хотелось бы в том числе выявить современные тенденции, которые существуют в налоговом праве, обозначить их, описать, потому что понимание тех тенденций, которые существуют в налоговом праве, они позволяют лучше понимать смысл норм, которые регулируют те или иные отношения, позволяют лучше, что называется, толковать спорные моменты в налоговом праве. Безусловно, в рамках лекции будут анализироваться как теоретические подходы, так и практика правоприменения. При этом, конечно, я буду стараться приводить современные подходы, поскольку, в общем, я активно занимаюсь анализом судебной практики, анализом разъяснений фискальных органов. В принципе, кто следит за событиями на канале, об этом знает, регулярно выходят различные обзоры по судебной практике, выходят налоговые новости, ну и анализируются отдельные разъяснения фискальных органов. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что, конечно, у меня на самом деле было большое желание записать курс лекций по налоговому праву, хотя я с этим и затянул. Вообще, что называется, текст этих лекций, он был готов, пожалуй, где-то в начале 2016 года. Я уже планировал, что в 2016 году начну записывать эти лекции, но, к сожалению, так свободного времени и не оказалось. И вот пришлось перенести запись на 2017 год. Но, надеюсь, что успею записать все лекции, которые я задумывал, до конца 2017 года. Ну, в общем-то, посмотрим.